Не за партами, но лица у бурятских управленцев весьма озадачены. Здесь почти все министры, главы муниципальных образований и их замы учатся командной работе. Задача каждой из восьми групп после недельного обучения – придумать проект, который будет приносить пользу, а главное – доход республики. Конечной целью должно стать формирование реальных проектов и формирование реальных команд. Но я думаю, что это задача следующего шага, который, безусловно, будет сделан. Вот, например, команда министра по транспорту Сергея Козлова думает над тем, как развить придорожный сервис, кто будет строить кемпинги и грамотно обслуживать туристов. Рядом команда министра сельскохозяйства Черипова, озадачена молочным животноводством в Кяхтинском районе. Как повысить надои, а главное – куда сбывать молоко и мясо. Просчитывают все риски и антириски. Все, как учили спецы из Академии госслужбы. Мария Бадмацеренова, министр туризма, со своей командой ищет пути, как поднять с колен бурятские села и как сделать их привлекательными для туристов. Главная наша цель – это именно развитие сельского туризма. Весь этот потенциал нужно исследовать, нужно найти точки роста и развить туристически новые продукты, уникальные, чтобы к этим нашим продуктам ехали, приезжали к нам с удовольствием и возвращались. Некоторым проектам и финансирование не нужно. Главное – грамотно расставить цели и приоритеты. И, конечно, эффективно работать в команде. Нашим госслужащим квалификацию стоит повышать постоянно, говорят приезжие тренеры. Обучать чиновников и сделать этот процесс постоянным – одна из задач местных властей. Самое главное, что у них что-то поменяется в отношении к своей работе и к тем проектам, которые они будут реализовывать. И для того, чтобы это не осталось на бумаге, существует как раз наш комитет. Мы должны дальше их подталкивать к тому, чтобы эти проекты реализовывались. Все представленные сегодня 8 проектов пройдут защиту у главы Бурятии. Организаторы обучения госслужащих уверяют, что все они будут исполнены. Мария Латышева, Жаргал Целиндашиев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok